Книга «Открытым оком», восьмой том, тема «Молитва», вопрос 2174. Деяние 1.14. Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Марией, и Матерью Иисуса, и с братьями Его. Объясните, что означает пребывание в молитве, а что в молении? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Такой вопрос уже был. Молением часто называют продолжительное богослужение на определенном месте. Третья царь, 8.30. Услышь моления раба твоего и народа твоего, Израиля, когда они будут молиться на месте семь, услышь на месте обитания твоего, на небесах, услышь и помилуй. 1 Маковейская, 7.37. Ты, Господи, избрал дом сей, чтобы на нем нарицалось имя твое, и чтобы он был домом молитвы и моления для народа твоего. Даниил 9.23. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний. Итак, вникни в слово и уразумей. Иногда слово «моление», в кавычках, означено сильное умоление того, кому настойчиво пробивается, даже и к человеку. Терахов, 21.6. Моление из уст нищего, только до ушей его, но суд над ним поспешно приближается. Молитва подразумевается краткое моление, но в ней уже может быть и благодарение, и словословие. Моление наше, когда умоляем, бывает и к человеку, а молитва строго к Богу. Тавид, 12.15. Я, Рафаил, один из семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу святого. Считая, что нужно всегда делать небольшую поправку, накладку на труд переводчиков, трудность его невозможность синхронного перевода, и в то же время соблюсти такой же возвышенный строй речи, в таком случае можем подвести оба слова вплотную друг к другу. Настаивая на очень близком их родстве. Ефесянам 6.18. Всякою молитвою, прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сьем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. 1 Тимофеев 2.1. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. Евреям 5.7. Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Спасибо.